Как вы знаете, фейки существуют очень давно. И история насчитывает сотни случаев распространения заведомо ложной или не до конца проверенной информации. За примерами далеко ходить не надо. Вы можете вспомнить лютые теории насчет коронавируса и стандартов связи 5G, а также не менее захватывающие конспирологические теории, которые живут до сих пор. И причем в это верят не в одной какой-то конкретной стране, а по всему миру. Поэтому давайте вспомним самые громкие фейки за последние 200 лет. Приготовьтесь, будет реально интересно. В 1835 году американская газета Sun опубликовала серию статей о жизни на Луне. В издании говорилось, что известный на то время астроном Джон Гершель-младший построил мощный телескоп. Прибор якобы мог увеличивать изображение в 42 тысячи раз. Авторы статьи утверждали, что астроном направил аппарат на Луну и увидел там разумных бобров и крылатых мышелюдей. А может быть и пришельцев? Ну, типа, вот почему бы и нет? Ну, так чисто, знаете, поржать. Несмотря на полную абсурдность заявлений, многие люди верили газете. Более того, специально выдержанный ученый язык и ссылки на математические выкладки, которые, впрочем, никогда не приводились, создавали ощущение, как будто статью писал европеец. В глазах тогдашнего американского читателя более образованный и просвещенный, чем американец. Авторитет Джона Гершеля был также непререкаемым. Как полагают биографы, в 19 веке слава этого ученого могла сравниться разве что со славой Альберта Эйнштейна в следующем 20 веке. Сам же Гершель во время всего этого бреда работал в Африке и, наверное, не знал и даже не предполагал, что ему приписываются такие вот научные открытия. Когда же ему все-таки сообщили об этих публикациях, он разослал всем опровержение, что история, опубликованная в газете Sun, является фейком от начала и до конца. Как же хорошо, что эта история все-таки закончилась хэппи-эндом. Что вот не скажешь про следующую историю, которая происходила все так же в США, только уже теперь в 21 веке. В начале 2000-х США хотели напасть на Ирак. Для того, чтобы оправдать начало войны, госсекретарь Колин Пауэлл выступил в штабе ООН, где рассказал, что Ирак скрывает химическое оружие массового поражения. Речь Пауэлла основывалась на данных информатора. Им был беглый иракский дезертир Рафит Ахмед Алуан Аль-Джанаби. Он заявил, что видел передвижные химические лаборатории. Как бы он вам предоставил неопровержимые доказательства, против которых выступать себе дороже. Правда, позже выяснилось, что информатор соврал. Подумаешь, какой-то там химик, инженер иракский беглый, что-то там выстрел про несуществующие химические лаборатории в Ираке, которому поверили миллионы человек, и на счету которого сотни тысяч человеческих жертв. Хотя еще одной причиной войны могла стать предполагаемая связь Ирака с террористической группировкой Аль-Каида. Правда, эта версия очень спорная, и она мало где рассматривалась. Как итог, война продлилась 8 лет, с 2003 по 2011 год, и в ней погибло 4,5 тысячи американских солдат. Данные среди населения Израиля разнятся. Американские СМИ называют от 150 до 400 тысяч человек. Это еще раз доказывает то, как ложь и дезинформация могут стать причинами сотен тысяч человеческих жертв. Поэтому никому старайтесь не доверять на слово. Даже мне. Поэтому, если вы захотите изучить эту тему подробнее, все источники будут в описании. Да, вот так вот получилось. Один враг народа соврал, и началась война. Давайте лучше напоследок отвлечемся и поржем с того, как бизнес одной китайской турфирмы пошел, скажем так, немного не по плану. Дело было летом 2019 года. Тогда несколько российских СМИ написали статью о китайце Ляо Гао Минг. По данным изданий, иностранец был владельцем китайской турфирмы. Он продавал туры в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. А на деле перевозил людей в Челябинск. А людям этот умник говорил то, что власти все скрыли, и теперь город снова заселен. Ну, блин, конечно же, это же туристы им, что Челябинск, что Чернобыль. Сейчас пофиг. И вообще для иностранцев мы вот, мы все славяне на одно лицо все. В итоге, к сожалению или к счастью, вся эта потрясающая история аферы оказалась фейком. Изначально новость о китайце была опубликована в издании Панорама, чтобы понимали там все новости, выдуманные. И это не является исключением. То есть это был очередной рофл, который каким-то образом вышел за пределы этой газеты. После выхода эту шутку начали распространять по всему интернету. Как говорится, чем больше упоминаний, тем больше упоминаний. В итоге все зашло настолько далеко, что в эту историю поверили даже некоторые федеральные СМИ. Вот так вот, да, шутка вышла из-под контроля, и в нее поверили, наверное, тысячи пользователей, которые читали ее, которые ее распространяли. Да. Вот так вот мы начали с вами с жизни на Луне и Джона Гершеля. А закончили о турах в Чернобыль вместо Челябинска. Надеюсь, вам понравилось. Я сейчас стараюсь снимать видео по разным темам, чтобы понять, какие из этих тем вам будут нравиться больше там. Научно-популярные, просто интересные факты. Или мы будем углубляться во что-то, что-то разоблачать. Я надеюсь, что вам это все понравится, что вам уже все это нравится. И я пошел. Ай, пошел отдыхать, это видео монтировать, искать для вас другие интересные, необычные темы, увлекательные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok